Субтитры создавал DimaTorzok Здравствуйте! Христос однажды сказал, исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют обо Мне. Действительно, в Библии мы находим многочисленные сведения об Иисусе Христе и Его служении по спасению человечества. В большинстве случаев они изложены на простом и понятном для всех языке, но есть и такие библейские тексты и отрывки, которые понять нелегко. К их числу относится и так называемая весть трех ангелов, изложенная в 14 главе книги Откровения. Что представляет собой весть трех ангелов? Кто такие три ангела? Является ли эта весть принципиально новой? И в чем ее важность для нас с вами? На эти и другие вопросы сегодня отвечает доктор богословия, специалист по пророческим книгам Библии, Росислав Николаевич Волкославский. Здравствуйте, Росислав Николаевич! Здравствуйте! Прежде чем перейти к изучению вести трех ангелов, давайте поговорим в целом о самой книге Откровения. Кто автор этой книги? Для кого она была написана? Когда она была написана? Книга Откровения – это последняя книга в Библии и заключительная книга в Новом Завете. Написана она была по общим представлениям. Она написана была в первом веке нашей эры, в 90-е годы первого века. Так. Написал ее апостол Иоанн, ученик Иисуса Христа. Тот Иоанн, который впоследствии написал Евангелие от Иоанна и три послания его считаются авторством. А кому первоначально была адресована эта книга? Она написана была, естественно, в эпоху императора Домициана. И это было время гонений на христианскую, раннюю, на молодую христианскую церковь. Апостол Иоанн был еще тогда жив. И он особенно заботился о малазиатских церквах, которые уже были им организованы отчасти. Перед этим апостолом Павлом были организованы. Во всяком случае, это были те церкви, за которые он непосредственно отвечал. И поэтому он направил первое, второе и третье главы Откровения. Это письма, направленные к малазиатским церквам. Вначале так было. Ну а для современных читателей книги Откровения, наверное, она тоже затрагивает животрепещущие вопросы, является полезной? Бесспорно. Вообще, все послания Библии, они универсальны в том отношении, что они имеют адресное значение для того времени, в которое напишутся, и имеют перспективу на будущее. Поскольку Господь, всегда показывая какую-то одну определенную ситуацию, имеет в виду вообще человечество. Он выделяет какой-то очень типологически особый регион мира, освещает его, и этот регион мира становится прототипом или прообразом для будущей истории. Поэтому вот эти семь посланий церквам Малой Азии, которые написаны с первой по третью главы Откровения, они имеют и адресное значение для этих местных церквей. Но поскольку они содержат и универсальные вести, которые нужны христианам на протяжении всех веков. И особенно в последнее время. А с какой же целью была написана книга Откровения? Ну, это как раз она была написана в эпоху расцвета могущества Римской империи, о которой мы говорили в прошлый раз. Что она была прообразом современного глобального мира Римской империи. И как раз вот в эту эпоху, когда апостол писал, это первый век нашей эры, Римская империя достигла своего могущества, особого могущества. И в ней как раз выкристаллизовались вот те основные закономерности глобальной системы, с ее отрицательными и положительными факторами, которые потом будут смоделированы в последующих веках. То есть автор книги Откровения писал свою книгу для того, чтобы показать будущее. То есть каким образом? Да, и я скажу, что не только будущее, но и раскрыть закономерности развития человека, церкви христианской, закономерности развития общества, в котором церковь существует, взаимоотношения между церковью и обществом раскрыть. Потому что сходные эпохи, типологические сходные эпохи, они порождают исходные характеры, исходные ситуации одновременно. Поэтому читая предыдущие исторические процессы, которые описаны в Откровении, показаны зачастую символически, мы видим, что этот символ, он будет считываться и в последние века, и будет пониматься. Потому что Бог желает не просто предсказать будущее людям, удовлетворить любопытство. У него более высокая цель. Он ставит перед собой цель показать основные закономерности развития человеческого общества в условиях греха. Почему вот таким результатом приходят люди, и почему вот так это все случается с родом человеческим? И, наверное, дать какие-то поучительные уроки людям, чтобы они знали, как себя вести в той или иной ситуации. Правильно? Несомненно. Это так. – Руслан Николаевич, честно говоря, когда я впервые прочитал книгу «Откровение», то я в ней ничего не понял. Почему так происходит, что вроде бы название книги «Откровение» подразумевает, что это открытая для понимания книга. Но в то же время многие люди ее сегодня не понимают. Почему так происходит? – Она и открытая, и закрытая. Одновременно. – В каком смысле открытая? – А в таком смысле открытая и в каком смысле закрытая? В том смысле открытая, что Бог желает донести содержание этой книги каждому человеку, ищущему спасение, ищущему служить Господу. Он постепенно открывает ее. Она закрытая для человека надменного, для человека высокомерного. Или человек, который так вот подходит, я прочитаю, и что мне тут? Я все пойму. То есть нельзя ее читать, как обычную светскую книгу, светскую литературу. Нужно подходить с трепетом, с сознанием, что это весть Божья, и тайна Господня будет постепенно открываться боящимся Его. – А может, все-таки, если бы Бог написал на доступном языке, то даже тот же самый надменный человек, прочитав книгу, может быть, покаялся бы? – Ага. Ну, я думаю, что Бог глубже понимает психологию человека, чем мы с тобой. Вот поэтому он же написал на таком языке, как он считал нужным для человечества. Потом не все вещи сразу можно открывать было. Потому что есть же враг рода человеческого, с которым Господь Иисус Христос ведет борьбу за человека. Естественно, если есть два противоположных центра, которые борются между собой, то, естественно, что и нужно сохранять что-то в тайне, для того, чтобы враг не использовал эти возможности, для того, чтобы не нанести больше ущерба роду человеческому. – Спасибо. Но, тем не менее, мы знаем, что книга «Откровение» написана на языке символов. И Вы могли бы дать какие-то советы нашим телезрителям, всем тем, кто хочет искренне исследовать Священное Писание, в частности, книгу «Откровение», как понимать эту книгу? Что нужно для этого сделать простому человеку? – Да, символы, бесспорно, есть в книге. Вообще символ, он обладает огромной емкостью сам по себе, информационной. А с другой стороны, он очень легко запоминается, наглядный. Это очень такая оптимальная форма подачи большой и емкой информации. И подать ее сразу, чтобы человек сразу как бы увидел, заинтересовался и напрягал свое сознание и ум, чтобы расшифровать это. Это очень важно понимать, что Священное Писание, оно является и учебной книгой. Священное Писание говорит, блажен читающий и разумеющий пророчества книги сей. Но насчет символов, их возможно расшифровать, если мы используем предыдущие места Священного Писания, предыдущие книги Священного Писания. Потому что Библия мыслится как нечто единое и целое, которое постепенно раскрывает тайны великой борьбы между добром и злом. Поэтому, если вы возьмете книгу Даниила, в ней показаны символы Великой Империи, о которых мы в прошлый раз говорили. Тех же глобалистских построений, которые были на протяжении веков. И там показано в виде льва Вавилонской Империи с крыльями. Следующий медведь показан. Это символы зверей. Символы этих империй. Почему символы зверей? Потому что у них, конечно, был зверский характер. Завоевательный, хищный характер. Это наиболее ярко открывается в этих хищниках, зверях. И потом показано... Очень удачный образ, да? Да. Это поймет каждый. Потом на гербах Вавилона, или возьмите на центральной аллее Вавилона, дорога Иштар. Например, везде были балериевы, изображающие вот этих львов, крылья у львов, быки с крыльями и так дальше. То есть в данном случае, когда люди того времени читали это, им было ясно, образно, кому это относится и что это. Например, если символ орла, так это уже была Римская империя потом. А в Библии показано в виде зверя страшного и ужасного с десятью рогами. Это уже четвертый символ после Вавилона был показан. То есть если есть определенный интерес у человека и пытливый ум, Господь говорит, кто хочет знать об этом учении, тот узнает, от Бога ли оно. Почему? Все зависит от искренности внутренних побуждений, которые мы берем и читаем. Кроме того, нужно сказать, что это не просто шарада или загадка, или ребус какой-то, надо разгадать. Но одновременно это и средства учебные со стороны Бога, и средства, перед которым человек должен проявить и моральное такое качество, как смирение. Он должен себя смирить. Тогда Дух Святой наставляет постепенно человека, и постепенно человек начинает понимать и ход истории, и отношение Бога к злу, к людям, и его спасительную миссию. Что Бог проведет мимо всех этих зверей и оставит живым каждого любящего Бога человека. Вы сказали, что Библия объясняет сама себя. Вы могли бы привести хоть один пример, когда библейский текст какой-то объясняет какой-то текст книги Откровений? Ну, бесспорно. Возьмите, в Откровении ясно описаны такие образы, как Вавилон. Ведь Вавилон давным-давно пал, как мировая столица своего времени. Мы знаем, что уже с VI века, после того, как перцы завоевали Вавилон, он уже постепенно начал падать, падать, падать. Но он употребляется, этот символ Вавилона. И адресно он как бы назначен на последние дни всемирной истории. Оказывается, в конце всемирной истории возникнет модель, похожая на ту, которая была в начале, в эпоху Вавилонской империи. Вот тут интересно выяснить, какие же основные тенденции древнего Вавилона были особенно характерными для него. И почему Господь использует это? Для того, чтобы объяснить ситуацию в конце мира, когда мир будет глобальный. Спасибо. Давайте теперь перейдем непосредственно к рассмотрению вести трех ангелов. О чем эта весть? О чем весть трех ангелов? Что она собой представляет? Я вижу в этом ответ Божий на основные проблемы современного человечества. Со временного времени нашего. То есть, Бог предвидел ситуацию, которая возникнет в глобальную эпоху, в нашу эпоху. И дал определенные советы и определенную помощь через весть этих трех ангелов. А Вы могли бы прочитать нам эту вещь, чтобы мы хотя бы знали, как она отображена в Священном Писании? Весть трех ангелов записана в Откровении в 14 главе 6 текста и далее. Она небольшая, но она очень емкая. Я думаю, что каждый человек должен знать об этом. И увидел я другого ангела, летящего посреди неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благоествовать живущим на земле и всякому племени, колену, языку и народу. И говорил он громким голосом, убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его. И поклонитесь сотворившему небо и землю, море и источники. Вот. Вот это первая ангельская весть. Есть еще второго и третьего ангела, да, вести? Да. Или мы сейчас прочитаем, или будем постигать. Ну, я думаю, в целом. В целом нужно прочитать. И другой ангел следовал за ним, говоря, «Пал! Пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы». И третий ангел последовал за ним, говоря громким голосом, «Кто поклоняется зверю и образу его, и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное чаши гнева, и будет мучен в огне и сере перед святыми ангелами и пред агнцем, и дым в мучениях их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью поклоняющиеся зверю, и образу его, и принимающие начертание имени его». «Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божьи и веру в Иисуса». Вот содержание всех трех евро. Расскав Николаевич, вот при прочтении этого отрывка у каждого человека возникает сразу масса вопросов. И самый первый, наверное, из них – кто такие три ангела? Три ангела, бесспорно, представляют собой Божьи вести, которые Господь преподает через людей в этом мире. Вести именно вот те, которые содержатся в Священном Писании. То есть это не живые какие-то существа, это весть, просто весть. Это весть, которую несут люди, имеющие помазание от Господа для того, чтобы освящать проповеди в Ангелии. А кто имеет это помазание? Те, которые посвящают свою жизнь служению Богу и получают Дух Святой от Господа. То есть это верующие, верующие в Господа, верующие в Иисуса Христа. Они представлены в виде вот этих трех ангелов. Те, которые уразумели эту весть, те, которые верят, что это Слово Божие, и те, которые видят современный мир и современную историю в свете этих вестей. А почему именно этот образ? Ведь мы знаем, что ангел, обычно в нашем представлении, ангел – это некое существо из другого мира, которое очень могущественно, которое приходит от Бога. А здесь ангелами называется верующие. Почему это так? Ангел – это посланник, вестник Божий. Господь работает и через ангелов небесных вестников, и они всегда фактически работают вместе с Божьими детьми. Это совместный человеческий и ангельский труд, который Бог совершает в этом мире. Всегда у каждого верующего есть ангел, и у служителей Божьих есть ангелы. Если бы не было ангельской охраны, то никакая проповедь Евангелия не имела бы смысла. Не то, что смысла, она результатов никаких бы не принесла. Почему в Писании говорится, что ангелы летят посредине неба? Что значит этот образ? Я думаю, что здесь очень прозрачная символика. Бог использует весь мировой эфир сегодня с этой целью. Проповедь Евангелия, вечного Евангелия, идет сегодня именно по радио, по телевидению, через спутниковое телевидение. То есть, именно как никогда в предыдущие века не использовался мировой эфир для того, чтобы нести эту же весть. Поэтому посреди неба для всего человечества она сегодня звучит. Одновременно для всего человечества звучит. Скажите, пожалуйста, весть трех ангелов – это разрозненные послания или это одна весть? Ее нельзя разделять на части? Это одна весть, но она имеет три ступени, можно так сказать. Или три, очередность трех этапов таких, раскрытие этой вести. Это действительно весть, направленная для завершающей работы Божьей в этом мире. Она совершает завершающую работу в этом мире. И когда мы подойдем более детально к изъяснению каждой из них, мы увидим эту взаимосвязь между этими. Но в целом Бог желает передать все три вести в современном человечестве. Руслан Николаевич, а является ли весть трех ангелов принципиально новой? Или она существовала всегда? Можно сказать, определенно, что она была написана в первом веке. Поэтому ее читали все поколения людей из первого века. Они как-то по-своему ее видели. Потому что каждое поколение людей читает откровения своими глазами. Но, если вы смотрите в целом контексте и дальше, сразу же за этими вестями, картина второго пришествия Иисуса Христа. То есть, в конечном счете, она нацелена на завершающий момент человеческой истории. Проповедь Евангелия шла через все века, постепенно. Но Христос сказал, что будет проповедана Евангелие во свидетельство всем народам. И тогда придет конец. То есть, она должна завершить проповедь Евангелия, эта весть. Поэтому в современном, индустриальном, постиндустриальном мире, Бог использует современные средства для того, чтобы донести до того же человека те же вечные истины. Спасибо. Владислав Николаевич, скажите, пожалуйста, насколько важной эта весть является именно... То есть, в чем ее важность конкретно? О чем в целом эта весть и в чем ее важность? Важность ее заключается в том, что в первой ангельской вести, когда мы подробнее будем говорить, будет очевидно и ясно станет, что она восстанавливает фундаментальные основы Библии, фундаментальные библейские истины, утерянные в ходе истории человечества. Забытые многие из них. Какие это конкретные истины? Фундаментальные истины, это уже когда мы коснемся истолкования первой ангельской вести, я скажу. Во-первых, там говорится о вечном Евангелии, идет что? О том, что идет проповедь вечной Евангелии. То есть, в данном случае у Бога одна весть для всех веков. В центре этой вести Иисус Христос, умерший за человека, отдавший свою жизнь. Бог, жертвующий сам собой ради спасения человека. И нет той большей любви, если кто положит душу свою за братьев, сам Христос сказал. Так вот, это есть раскрытие самой великой, Божьей любви к человеку. Бог начинает трехангельскую весть с вести о своей любви. Это созидательная весть, это спасительная весть. Когда я слышу, что я кому-то нужен в этом мире, я не одинок, я не сирота, потому что у меня есть Отец Небесный, у меня есть Спаситель Иисус Христос и Дух Святой, которому я не безразличен в этом мире. Я не сиротствую, я не пасын от мертвой природы, я не плод эволюционного процесса слепого, который меня обрек на какое-то непонимание, для чего я живу в этом мире. Я усыновление получаю через вечное Евангелие, прощение, искупление. Это комплекс истин, которые Бог предвидел, которые навсегда нужны человеку. И особенно нашему поколению, которое очень многое забыло в священном писании. Которое себя чувствует одиноким в этой холодной вселенной. Да, я помню вот такой момент, чисто пример такой. Вот сижу в метро, в вагоне, еду в Москве, вечером уже очень поздно, в вагоне почти никого нет, напротив сидят два старика. Ну, шум, очень шумно в метро, конечно же. Не слышно, что они говорят. Я вижу, что они с запалом так что-то говорят друг другу. И когда остановилось на момент, ну, на остановке, я слышу. Один говорит, так что у Бога есть, значит, любимчики и пасынки? Один спрашивает, другой говорит, но вы сами себя обрекаете на сиротство, потому что вы не верите в Отца Небесного. Все, дальше пошел Бог. Он, я больше ничего не слышал. Но в этом маленьком диалоге между этими двумя стариками открылась очень большая тайна, что люди сами себя обрекают при живом Отце на сиротство через неверие. Поэтому это очень актуально для каждого человека. Актуально, действительно, поистине. Спасибо большое, Ростислав Николаевич. Дорогие телезрители, спасибо за то, что вы были с нами. Это была программа «Открытая книга». Всего вам доброго. До свидания. Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу 603-028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Телепрограмма «Лицом к лицу». Субтитры создавал DimaTorzok